Это случилось летом 1949 года. Молодой геолог Вадим Колпаков находился в командировке в Сибири. Его задача состояла в том, чтобы составить геологическую карту этого района. В процессе он наткнулся на нечто настолько таинственное и невероятное, что даже спустя многие десятилетия эксперты по-прежнему теряются в догадках. Сейчас это место больше известно как Потомский кратер, а местные жители дали ему свое название — «Гнездо огненного орла». Наверное, потому что кратер похож на гигантское птичье гнездо, расположенное на холме, а внутри пряталось кое-что непостижимое. Вот только чтобы раскрыть этот секрет, нужно было подобраться поближе. По словам местных жителей, даже дикие животные боялись приближаться к кратеру. Колпаков медленно направился к объекту, который издалека действительно выглядел как гигантское птичье гнездо. Чем ближе подходил геолог, тем больше становился кратер. Он казался свежим, а вокруг было весьма пустынно. На склонах этого природного образования не было почвы и ничего не росло. Животных поблизости тоже не наблюдалось. Колпаков поднялся на самый верх и обнаружил нечто невероятное. Там было так жарко, что он почувствовал, как пот стекает у него по лбу. Казалось, будто он находится рядом с источником огня. Геолог подумал, что оказался на вулкане. Когда же он взглянул вниз, то увидел. Идеально круглый холм посередине. Круглый выступ в центре кратера был высотой с электрический столб. Такие вещи не появляются в вулканах, даже в потухших. Рядом не было ничего, что указывало бы на происхождение гиблого места. Озадаченный Колпаков вернулся домой и рассказал всем о своем открытии. То, что когда-то было локальной аномалией, вскоре превратилось в загадку мирового масштаба. Научное сообщество начало ломать над ней голову и выдвигать теории. Многие эксперты сошлись во мнении, что, скорее всего, дело в метеорите. Специалисты провели тесты, чтобы выяснить, может ли падение метеорита создать такую двойную структуру. Выводы. Кратер, вероятно, был образован сферическим падающим объектом из плотного материала, который мог существовать только в космосе. Другие эксперименты показали, что это был не один объект, прилетевший из космоса, а целых два. Когда первый метеорит упал на Землю, он взорвался и образовал кратер. Затем последовал второй объект, но он был замедлен первым ударом и погрузился глубоко в Землю. Другие ученые возражали, что метеориты обычно не летают друг за другом и уж точно не падают в одном и том же месте. Поскольку большое количество вопросов оставалось без ответа, в Сибирскую тайгу приезжало все больше экспертов в попытках разгадать эту тайну. Один из них, изучив кольца деревьев и собрав образцы древесины, выяснил, что кратер, вероятно, появился около 300 лет назад. Он также обнаружил, что растения в этом месте росли намного быстрее, чем обычно. После исключения других факторов, которые стимулируют рост, таких как лучший состав почвы и большее количество солнечного света, единственной гипотезой осталась… Радиация. Да, эксперты знали, что при воздействии высоких доз радиации деревья начинают расти быстрее. Но уровень радиации в кратере и вокруг него был низким. Вероятно, в какой-то момент в рамках последних 300 лет в этом районе находился радиоактивный материал. Так что же это было? Космический объект, уникальный тип вулкана, масса теорий и никаких выводов. Экспедиции в этот странный район продолжаются по сей день.